Добрый день! Ну, вообще, если говорить про диагностику рака лёгкого, тоже надо понимать. Значит, в западных странах практически все случаи немелкоклеточного рака лёгкого – это в основном аденокарциномы. Почему? Потому что так называемые облегчённые сорта сигарет, которые на Западе стали популярны, ну, ещё в 70-х годах. Так, соответственно, когда мы говорим о распределении мутаций и когда мы понимаем, что это касается только аденокарцином, то в западных словах слово аденокарцинома и немелкоклеточный рак лёгкого являются почти синонимами. У нас до сих пор преобладает другая разновидность рака – плоскоклеточный рак лёгкого. Это связано с тем, что, ну, вплоть до конца 80-х годов популярен и доступен был совсем другой табак. Крепкие сигареты, папиросы, они вызывают не аденокарцинома, а плоскоклеточный рак лёгкого. Соответственно, получается, всё, что мы говорим про мутации, понимая, что это аденокарциномы, это относится в условиях нашей страны к меньшей части, меньшей части случаев рака лёгкого. Аденокарцином примерно процентов 40 в современной структуре. Но так или иначе, именно для аденокарцином характерны мутации, которым есть достаточно эффективные препараты. Несомненно, главное событие онкологии прошедшего десятилетия – это те года, которые принято называть нулевыми – это в достаточной мере случайное открытие мутации в рецепторе эпидермального фактора роста. Сначала появился препарат-ингибитор эпидермального фактора роста – это гифетиниб, арлатиниб. Стали проводить клинические испытания, и оказалось, что только у 10% пациентов есть ответ на лечение. Но у тех, у кого ответ есть, этот ответ очень выраженный. И когда стали анализировать тех пациентов, которые отвечают на лечение, обнаружили активирующие мутации в рецепторе эпидермального фактора роста. Это впервые за всю историю онкологии то, что я условно называю черно-белый тест. Есть мутация, ответ практически гарантирован, почти нет исключений. Нет мутации, практически гарантировано, что выраженного ответа на лечение не будет. И вот, посмотрите, это наше собственное исследование, я очень часто показываю этот слайд, это как раз пример персонализированной медицине. В то время ИРЭСа была зарегистрирована для всех пациентов с раком лёгкого вторую линию лечения. Мы исследования организовали иначе. Пациенты получали таргетный препарат в первой линии терапии, но только те пациенты, у которых есть мутация в рецепторе эпидермального фактора роста. И вот, посмотрите, триумф персонализированной медицины. У всех, без исключения пациентов, есть результат от лечения. Либо регресса опухоли, либо хотя бы стабилизация. Но теперь посмотрите на вот этот слайд, который принято называть водопадом. Там есть две категории мутации. Частая мутация, она выделена голубым, делеция 5-ти аминокислот. И чуть более редкая мутация, замена в 858-м кадоне. Примерно 35%. Посмотрите, даже графически, визуально видно, что ответ у тех, у кого мутация частая, намного более выражен, чем у тех, у кого эта мутация редкая. То есть обе мутации синсетизирующие, но результат разный. Какие выводы? А выводы очень важные. Дело в том, что, ну в частности, я слышал, что во Франции даже пациентам, у которых есть мутация, сначала назначают не тирозинкиназные ингибиторы, а цитотоксическую терапию. Почему? Потому что они говорят, пока человек пришел относительно с охранным, надо попытаться дать ему цитотоксическую терапию. У нас таргетная терапия есть в запасе, она гарантированно подействует. А вот если прогрессия на таргетной терапии, можно ли будет назначить цитотоксическую терапию после таргетной, это еще не факт. И поэтому многие специалисты, даже понимая, что у них пациент с мутацией, все равно начинают цитотоксическую терапию. А во что это транслируется? Посмотрите, здесь регистрационные исследования афотениба, но на самом деле та же закономерность характерна и для других ингибиторов. Если пациенты имеют хорошую мутацию, голубым выделено, вот у них все-таки выигрыш продолжительности жизни очень существенный, если они сразу начинают таргетную терапию. Почему? Потому что резкое уменьшение объема опухоли, выраженное уменьшение объема опухоли и очевидный эффект от лечения. Именно поэтому сейчас дискриминация мутаций между хорошей и плохой мутацией является важным компонентом планирования лечения. И обратная логика, хотя она не артикулируется, но она тоже есть. Если мы говорим о том, что у нас при мутации и делеции, где выраженный ответ, действительно выигрыш в продолжительности жизни от того, что сразу пациент начинает получать таргетную терапию, то при мутации замены 858, вообще-то те цифры, которые есть, пусть и статистически недостоверно, показывают тенденцию к обратному. Вот у этих пациентов далеко не факт вообще, что с самого начала назначения таргетной терапии действительно дает явное преимущество. Может быть, как раз это та категория, где сначала можно пытаться дать стандартную цитотоксическую терапию. Когда в 2004 году открылись сенситизирующие мутации, это было колоссальным событием, и на самом деле мы здесь этот тест наладили еще до того, как появился препарат, настолько он был привлекателен. И тогда весь тест был ориентирован на то, чтобы выявлять только частые мутации. Но на самом-то деле есть и определенные редкие мутации в рецепторе эпидермального фактора роста, которые не выявляются существующими диагностическими наборами. И вот опять же вам пример персонализированной медицины. В данное исследование вошло 2474 пациента с раком легкого, и все ради того, чтобы найти 4 редких нетипичных мутации. У трех этим пациентам удалось назначить препараты, за ними проспективно проследить. И вот посмотрите, редкий пример мутации, не делеции 5 аминокислот, а вставки 5 аминокислот. Они приводят к тому, что тоже есть эффект от препарата. Почему важная работа? Почему она опубликована? Потому что ни одна диагностическая тест-система, коммерческая, которая есть, эти мутации не выявляет. Еще интересный нюанс, тоже по тактике лечения, тоже связан с мутациями в гении GFR. Как вообще азбука онкологии? Если есть прогрессия на линии терапии, препарат надо отменять и назначать другую линию терапии. При раке легкого, к сожалению, не такой большой выбор и не так много препаратов, которые могут назначить, особенно если говорить о ожидаемую эффективность. Тоже интересное и непривычное наблюдение. Даже если пациенты прогрессируют на ингибиторов теразинкиназного, ингибиторов рецептора эпидермального фактора роста, все равно у многих пациентов сдерживающее действие препарата продолжается. И вот посмотрите, это наши же собственные кривые, это опыт клинический. Вот у нас пациенты, которые лечились в нулевых годах, что у них делали? Все по правилам. Как только прогрессия, им заменяют терапию на цитостатики или просто если ничего не дают, если нет такой возможности, если состояние не позволяет. А вот здесь уже пациенты, которые лечат под новым стандартом, это уже это десятилетие. Если вялая прогрессия, если вялая прогрессия, они продолжают прием препарата. Несмотря на то, что опухоль подрастает, он продолжает свое действие. И посмотрите, за счет того, что многие пациенты стали продолженный прием препарата получать, плюс появились способы лечить метастазы в головной мозг, радиохирургия появилась. Посмотрите, просто научились работать. Двукратное увеличение продолжительности жизни для таких пациентов. Следующий тест, который используется в онкологии, в отличие от теста на мутацию в гене рецептора эпидермального фактора роста, тест на АЛК является достаточно сложным. Что такое транслокация АЛК? Это образуется химера. Вот у нас активный участок гена АЛК, киназный домен. В результате мутации хромосомной перестройки образуется химера, потому что вот эта часть, она уже совсем от другого гена. В результате у нас сам онкоген киназа, гена АЛК, он теряет свою правильную регуляцию за счет того, что нет исходной начальной части гена, и дает постоянный онкогенный сигнал. Возникает злокачественная трансформация. К киназе АЛК тоже есть ингибиторы, поэтому эта диагностика крайне важная. Но проблема получается здесь вот какая. Если для рецептора эпидермального фактора роста всего два типа мутации, то здесь количество разновидностей мутации бесконечное. Посмотрите, вот пресловутая точка разрыва, точка слияния, она может находиться в разных участках. Как подобную транслокацию выявлять? Есть метод флоресцентной гибридизации ин-ситу. У него два колоссальных недостатка. Очень высокая стоимость, непригодно высокая. И второе – это огромные трудозатраты. Надо сидеть и считать клетки, которые светятся. Это очень непростая работа. И вот посмотрите, здесь в данном случае универсальный тест на основе полимеразной цепной реакции. Он очень остроумный, потому что что мы делаем? Мы знаем, что в случае активации у нас экспрессируется увеличенное количество продукта, которые содержат киназный участок гена. И тут очень простой тест. Что делается? В условиях полимеразной цепной реакции ищется соотношение между активной частью гена, киназой, и исходной частью гена. Если нет перестройки, то это отношение один к одному, а если перестройка есть, то это отношение увеличивается в пользу киназного домена. Ну, этот тест, он на самом-то деле оказался очень востребованным, потому что это способ, который позволяет в полуавтоматизированном режиме выявлять АЛК-транслокацию. Ну и в частности, посмотрите, вот эту работу, ее включили в перечень главных событий в таракальной онкологии 2016 года, то есть она оказалась диагностически очень востребованной. Есть перечень тестов ИГФР, АЛК, РОС-транслокации, БИРАФ-мутации, некоторые другие тесты. Вопрос, материал какой брать? Это же опухоль. Ну, традиционно, по крайней мере, морфологи всегда настаивали, что золотой стандарт диагностики – это морфологическая диагностика, и с этим никто не спорит, потому что, конечно, когда есть перед глазами участок ткани, то здесь диагностические возможности большие. Но проблема заключается в том, что у многих пациентов, у них просто биопсию настоящую очень трудно взять, потому что это пожилой контингент, опухоль все-таки находится в грудной полости, она может быть недоступной, и в качестве альтернативы выступает цитологическая диагностика. Все-таки цитологический материал клетки получить значительно проще, чем биопсию. И зачастую для первичной диагностики, ну, например, чтобы оправдать, делать операцию или нет, цитологические диагностики более чем достаточно. Вопрос, можно ли выполнять молекулярно-генетическую диагностику на цитологическом материале? Ответ – можно. Удивительно, удивительно, но те слайды, которые хранятся в цитологическом архиве десятками лет, это самая обычная фиксация, клетки на этих слайдах сохраняют интактно как ДНК, так и РНК. И вот, посмотрите, это опять же наша совместная работа с нашим отделом цитологии. Посмотрите, здесь историческая коллекция слайдов с 92-го года. Те пациенты, у которых одновременно была сначала цитология, а потом сделали операцию, и появился гистологический материал. Прекрасная конкордантность, абсолютно достоверное использование цитологического материала для молекулярно-генетической диагностики. Очень важный вопрос. Мы знаем, что опухоль гетерогенная, и морфологи часто говорят, посмотрите, разные участки выглядят совершенно по-разному. А вот когда мы диагностику рака легкого делаем молекулярную, нам одного участка опухоли достаточно или надо несколько взять, будет гетерогенность или нет? Если мы говорим о значимых мутациях, так называемые драйверные мутации, ИГФР, ИЛК, для которых есть препараты, к счастью, для диагностики гетерогенности опухолей почти нет. Любой материал, который у вас есть, опухолевый, он достаточный для того, чтобы поставить правильный диагноз. Ситуация становится совсем иной, когда вы уже лечите пациента. Дело в том, что сейчас меняются правила игры в онкологии, и исходного материала, который у вас есть, его больше недостаточно для планирования лечения. Надо учиться осуществлять мониторинг характеристик опухоли в процессе лечения. И в частности, если мы говорим ингибиторы ИГФР, это гефитинип, эрлатинип, афатинип, они имеют достаточно выраженную продолжительность эффекта, но примерно в половине случаев возникает вторая мутация, и эффект от этих препаратов теряется. Это мутация Т790М. Соответственно, если мы говорим про мутацию, то это первый случай в онкологии, когда сознательно создан препарат следующей линии лечения. Это препарат осуществительный, осуществительный, который не только распознает исходную мутацию, она уже была, она никуда не делась. Это делец или замена 858. Этот же препарат активен в отношении второй мутации, Т790М. Но мутация Т790М бывает только в половине случаев резистентности. Если мутация есть, от подобной терапии второй линии ожидается колоссальная эффективность. Но если ее нет, то эффективность оказывается нулевой. Это дорогостоящие препараты. Как их назначать? Опять же, для того, чтобы их назначать, мы должны знать, по какому механизму возникла резистентность. Давайте посмотрим два разных сценария. Те, кто работают в онкологии, знают, что, как правило, у подавляющего большинства пациентов, если мы говорим про прогрессию, то прогрессия не на уровне одного очага, а на уровне нескольких очагов. Возникает вопрос. Нам в данном случае один очаг достаточен для того, чтобы сказать о механизме резистентности, есть мутация Т790М или нет, или недостаточен? Если у нас и все метастазы прогрессируют по одинаковому механизму, у нас любой участок будет репрезентативным. А вот если по разным механизмам, тогда, увы, нужно иметь какой-то более универсальный тест. Делать биопсию из каждого метастатического очага, здесь сидят хирурги, они скажут, что это невозможно, а даже когда технически возможно, это просто издевательство над больным. Соответственно, нужны какие-то попытки, которые позволяют оценить картину в целом. И очень сегодня популярное направление, на мой взгляд, им немножко чрезмерно увлекаются, потому что далеко не все понимают технические ограничения метода, но так или иначе жидкостная биопсия, то есть анализ циркулирующих ДНК, которая выделяется опухолю и которые содержат мутации, такие же, как в опухоли, ну, на сегодняшний день это, опять же, вполне легитимный диагностический тест при всех его ограничениях. С жидкостной биопсией можно работать. И самый главный вопрос. Ну, хорошо, мы знаем, что у нас есть мутация Т790М, мутация резистентности, вот она. Мы знаем, что когда она появляется, то прекращается эффект традиционных ингибиторов рецептора эпидермального фактора роста. Так может быть, и использовать этот тест для ранней диагностики резистентности? Может, лучше заранее знать вообще, что вот уже опухоль потеряла чувствительность, и тогда надо менять лечение? Посмотрите, это наблюдение за больными, вот у них время для прогрессирования, центральная вертикальная линия, а вот эти точки, когда обнаруживается мутация резистентности. Что мы тут видим? Мы видим два вывода. Первое. Методология работает на грани возможностей. Посмотрите, пронаблюдайте за отдельными пациентами. Вот появилась мутация, а потом ее нет. Вот появилась, здесь воспроизводится, здесь тоже прекратили лечение. Но, по крайней мере, то, что здесь есть вариации в анализе, то, что он не черно-белый, это несомненно. И самое главное, посмотрите, сначала, сначала происходит клиническое прогрессирование, а вот мутация Т790М в циркулирующей крови, не в опухоли, в циркулирующей крови, появляется только после прогрессирования. Почему так? Чтобы анализ крови был информативный, необходимо, чтобы у пациента была большая масса опухолей. В аденокарциномах в маленьких массах анализ циркулирующих ДНК совершенно не информативен, он ничего не дает. Вот и получается, что, по крайней мере, для прогнозирования рецидива никакого смысла в подобном тесте нет. Тест имеет смысл только тогда, когда ставится вопрос о лечении второй линии. И вот, посмотрите, это опять же, это регистрационное исследование о семертенибе. В данном случае у пациентов забирается и анализ опухолевых очагов, и анализ плазмы. Что интересно, что эти анализы, в общем-то, друг друга дополняют. Если мы мыслим не на уровне конкретного пациента, а на уровне группы пациентов, то получается, что у нас более или менее одинаковые закономерности эффективности действия препарата, вне зависимости от того, тест сделан по крови или по плазме. Что это означает? Если пациент прогрессирует, если есть доступ к препаратам нового поколения, не надо мучить пациента. Сначала надо взять анализ крови, если там нашли мутацию Т790М, все нормально, можно назначать лечение. Если не нашли, вот тогда нужно делать биопсию. Согласитесь, это еще большее усложнение, потому что это же не просто диагностика, послал на анализ или не послал. Это довольно, в общем, нужно иметь системное взаимодействие, чтобы понимать, в каких случаях оправданно инвазивное вмешательство, а в каких можно без него обойтись. Очень важно, по крайней мере, для того, чтобы не девальвировать все эти методы, чтобы все-таки понимать, у каких пациентов высокий шанс обнаружения нужной мутации, у каких пациентов этот шанс низкий. Так устроила природа, что мутации, обеспечивая чувствительность препаратом, преимущественно поражают невинные раки. Поэтому наибольшие усилия для углубленной молекулярной диагностики должны, в первую очередь, проявляться у некурящих людей, вне зависимости от гистологического типа. Даже если плоскоклеточный рак, некурящий, все равно надо сделать эти мутации, потому что опухоль может видоизменять свою гистологическую структуру, и здесь мутационный тест может оказаться очень эффективным. Еще один нюанс, малопонятный с точки зрения механизмов, почему-то опухоли легкие у женщин тоже значительно чаще содержат значимые мутации, чем опухоли легкие у мужчин. Опять же, если женщина с невысоким анамнезом курения, а еще лучше некурящая, примерно в половине случаев лаборатория найдет хорошую мутацию, которая поможет лечить. Соответственно, подобными пациентами тоже надо заниматься более активно. И еще один момент. Редкие мутации, АЛК и РОС транслокация, их частота очень низкая, всего 4% пациентов, но они очень часто бывают у необычно молодых пациентов. Если пациент с раком легкого моложе 40 лет, обязательно нужно сделать все тесты на транслокацию, потому что у таких необычных форм рака 50% вероятности, что вы значимую транслокацию найдете. 50% это по сравнению с 4% встречаемости в общей категории пациентов рака легкого. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Евгений Наумович. Какие будут вопросы? Коллеги. Евгений Наумович, пока зал думает, я думаю, что просто такая информация, которая подлежит анализу. У меня к вам вопрос. Вы нам представили настоящие молекулярные генетики рака легкого. Как вы думаете, какие диагностические тесты, методы будут доступны в будущем и субстрат для этих методов в отношении диагностики, молекулярной генетической диагностики рака легкого? Спасибо. Тут есть два направления. Первое. Если говорить все-таки о том, что будет через 5 лет, я думаю, что все вот эти доклады в общем-то станут уже историей науки, потому что сейчас есть полногеномное секвенирование, оно есть уже несколько лет, оно и у нас есть в лаборатории. У него главный недостаток – это стоимость. Но если эта стоимость будет падать, а это все обещают, то я думаю, что все вот эти тесты индивидуальные, они куда-то уйдут в прошлое, будет для каждой опухоли читаться полный портрет мутации. Там нужны не только значимые мутации, нужно еще общее количество мутаций. Это полезно для иммунотерапии. И более того, само общее количество мутаций тоже имеет достаточно умеренное значение. Там еще огромная работа биоинформатиков, которые подбирают индивидуальную систему иммунного ответа ЧЛА и набор мутаций. То есть это вообще очень сложная наука, которая за пределами индивидуального теста. Это первая позиция. Вторая позиция, ну, по крайней мере, меня интересуют очень, так называемые, инвиво-тесты. Много попыток делать опухолевые культуры, делать ксенографты, когда опухоль перевивают в стаду мышей, уже на мышах подбирают наибольшее лекарство. Тут пока это все не очень годится для практики, точнее, совсем не годится. Но, опять же, там настолько интенсивно этим весь мир занимается, что думаю, что в какой-то перспективе средней, срочно 10-15 лет какие-то правдоподобные инвиво-тесты могут появиться. Сейчас пока этого нет. Но этим занимаются. Потому что, если честно, если честно, согласитесь, нам бы хотелось иметь не знание о мутации, а вот результат, как в случае с бактерией. Взяли участки опухоли и подобрали препарат. Евгений Ильич, подскажите, пожалуйста, если мы смотрим ИДЖФР в крови при прогрессировании на фоне первой линии терапии, нам можно смотреть только Т790М, либо мы должны вначале посмотреть ИДЖФР, а потом уже смотреть Т790М. Спасибо. Отличный вопрос. Просто отличный вопрос. Самое главное правило. И вот это, об этом, честно говоря, плохо понимают даже, к сожалению, лабораторные работники, потому что я уже не говорю про специалистов клинического профиля. У нас исходная мутация никуда не девается. Помните, я показывал, есть дилеция, есть L858R. Самое главное при жидкой биопсии, при прогрессировании, вижу ли я контроль. Если я вижу исходную мутацию, либо 858, либо дилеция, та, которая была, то у меня тест информативный. Значит, я действительно работаю с опухолевой ДНК, и все мои выводы о том, что я вижу, вижу, не вижу, Т790М, они имеют какой-то субстрат. Если я не вижу исходной мутации, это означает, что опухоль маленькая, не опухоль, метастаз, очаг маленький, и он не выделяет свою ДНК в кровоток. Более того, это как раз та ситуация, где кабинетная наука, она, в общем, находится в определенной конкретной с клиническими реалиями. Значимые мутации бывают только при аденокарциномах. Для аденокарцином не характерны участки некроза, и аденокарциномы при умеренной массе вообще не выделяют ДНК в кровоток. Плоскоклеточные карциномы, вот там как раз количество опухолевой ДНК большое, но от этого нет никакого толку, потому что там нет значимых мутаций. И получается, что завышенные ожидания, в общем-то, от жидкостной биопсии. Да плюс еще, ну я понимаю, что все это сложно, что мне кажется, что вот такой культуры использования этих результатов, в общем, пока еще мало. еще появились вопросы коллеги. Спасибо большое. Спасибо большое. Прекрасный доклад. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok